Сегодня у нас многие уезжают, а не до крещения было. Ровно месяц, как приехали за Гуляево. Три дочки, сын и мать, пятеро. У нас это ущербно. За столом. Будете прощаться у меня с ножами, с топорами, с пилами. Я работаю, я выставлю там, потому что больше нигде вам этого не будет. Вы научились по-настоящему пилить, ошкурять. И все, что у нас положено, вы все это делали. Я даже все время боялся за твои пальчики, Ливия. Думаю, там берешься за тяжелое, может тебе нельзя, как говорят такие люди, пальцы берегут. Приходила тут, занималась раз в пятую неделю. Я сказал, сыграй любимые какие. Но я где-то проговорился, пятую симфонию биткоина. Она пришла только сходу, начала ее. Я там попрошу, сыграй ее, а потом что попадет в тебя, самое лучшее. Пожалуйста. Ты фотографируй лицо ее и пальцы, никуда лишнее не вводи. А я вам сейчас симфонию... Вот это место, освободите для Владимира. Все, наклоняйся туда, чтобы пальцы видно было. Игнатий Тихонович, я не сыграю симфонию. Ну сколько можешь? Ну хоть куплет. Ну ладно, все. У тебя нот нету их, да? Нет. Ну нету, просто потому что нету. Она бы сыграла. А объяви только произведение. А тут не по-русски написано. Воспоминания детства. Это на французском. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Прямо Дисклей Didn't Субтитры создавал DimaTorzok С losesи Субтитры создавал DimaTorzok ДисклейД Дисклеймер Субтитры создавал DimaTorzok Дисклеймер В ней голос такой печальный. И ты представляешь, что есть. Представляешь, как мама радовалась, глядя на нас. И вдруг ничего этого нет. И ты видишь расстройство. Она, ее, говорит, черешня, песнь пела и в любовь была. И вот это на глазах и видишь. В этих произведениях, я думаю, слова тоже могут быть. От Павлана Сагинского. Всегда играли. Слов не было. Сейчас составили слова. И этот храм, я бегал сам. Святые образа рассказывают. Прощание с Родиной. Автор Бунганим. Он участвовал в польском восстании против России. Ну, Россия-то захватила их. О его биографии еще нужно знать, почему он написал. Так и здесь. За этим произведением сейчас состоит не выдумка какая-то, а внутренние переживания и видеть. Я считал, кто-то, кажется, Прокофьев. Спросили его, а какое первое произведение. Он говорит, первое я написал в пять лет. К нам ходила тетя Поля, кажется. И я написал, тетя Поля пришла к нам. У него получился мотив. Это тоже уже композиция. Так, что еще есть и коротко скажи содержание нам. Что будешь играть. Чтобы мы быстрее вникли в это. Ну, вот это вот я говорю, заговор, то, что я сейчас играла. Мне так видится. Один человек, опытный, как революционер. Ну, то есть, роман бесы. Вот это подошло бы. Он уговаривает там восстать, там сведерегая, как поступить. А этот говорит, нет. И тогда, раз нет, нет, в конце концов, они убивают. И все. Ну, это пришли демоны. На арену вырвались из преисподней. Вот сейчас, смотри, картинка сзади, вон, сзади. Вон, хозяин везет свою жену на коне. Светок у ней, там, в волосах. Вот какое произведение, более всего, из известных подходит к этому. Поле, там, вода, не знаю, пруд, река, лес. Вон, довольный всем. Русская народная одежда. Значит, какие-то элементы русского творчества должны быть. Я, может, не это просто затягиваю, но нет такого. А вам из классики надо? Ну, вот это, в соответствии с этой картиной, допустим, кто-то написал раньше, а у тебя в мыслях сразу, вот это вот, именно об этом он писал. Есть что-нибудь такое? Вот такая картина. Ну, допустим, вот, рожок пастуха, когда поет он там, пастух-то там, на волынке-то играет. Как он называется? Кто? Ну, в горах, в горах одна волынка играет, там что-то слово пастух. Хлейтер, одинокий пастух. Одинокий пастух. Нету? Где? У меня нету. Нету. Ну, там прямо покажу, он в горах, тут видишь, он на трубе, но это играет, там горы, облака, птицы, и в эту карфину музыкальное произведение он вложил все. Вот, которая сейчас еще сыграет, но и кратко скажи, содержание ее в чем? Ну, книгу, можно сказать, содержание и произведение музыкальное, и художественное, вот, это тоже можно сказать, что? Видно, что она не чужая. Конь смотрит вдаль, конь бодрый очень где-то, он идет вполне довольный, но она ногу под собой не чувствует, потому что ноги висят у нее в воздухе. Ну, посмотри, что они там для нас. Говорят, человеку нельзя научить читать, можно, и можно произведение музыкальное научиться понимать. Я считал музыканта. Конечно, не талант Хачатуряна. Слышал рассказ о том? Там преподаватель музыкальной школы, говорит, у меня один ученик такой талантливый, я даже, говорит, не знаю, еще не знаю. Ну, и кому там сказали, я не знаю, кто, Стравинский или кто-то, ну, он говорит, давай его сюда. Ну, и пришли там хор, это, оркестр играет, там, 10 скрипок, там, гитары или что-то еще. Ну, и когда закончили играть, он говорит, ну, и как играли? А этот, мальчишка-то, мальчишка, там, может, пятым, поэтому они хорошо играли. Но пятая скрипка в третьем акте на полноты выше взяла, говорит. Пятая скрипка среди какофонии этих звуков, выраживаясь так, он заметил. И, говорит, а вот здесь, говорит, вдруг один просто одно ля было пропущено даже, говорит, совсем. Я так лахнул, говорит. То есть композитор маститый, и он понял, что это гений. Гениально. Ну, это будет Арам Хачатурян. Сам композитор. Есть Тихон Хреников, многое написал. Я не понимаю этих авторов, но хотел бы слышать. Посмотри, что еще есть такое. Может, сама что-то больше любишь. А потом мы коротко поделимся, кто что за этим произведением увидел. Арам Хачатурян. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Благодарю Нам что-то записывать забрали С croch GBH Спаси Христу вас Соб back Вот их провода Только руку не суй Аккуратно Черный провод